Проверки продолжаются. Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов вновь посетил с инспекцией некоторые учебные заведения города. Все они были отремонтированы еще в прошлом году за счет резервного фонда президента страны. Казалось бы, можно поставить точку в этом деле, но работа некоторых подрядчиков до сих пор вызывает вопросы. Реставрация главного корпуса лесопромышленного колледжа и местного общежития завершилась еще в прошлом году. На деньги резервного фонда президента, это более 8 миллионов рублей, здесь восстановили фасады зданий, отремонтировали кровлю учебного корпуса. 20 лет здесь не было ремонта. В последние годы фасад главного корпуса буквально уродовал эту часть города. Сейчас приятно посмотреть, сошлись во мнении и главный федеральный инспектор Владимир Климов и руководство учебного заведения. Этот ремонт мы рассчитываем, что он прослужит достаточно долго. То есть все-таки основательная подготовка была и штукатурка, и шпаклевка, покраска, поэтому мы считаем его все-таки капитальным. Тем не менее, без претензий к работе подрядчика не обошлось, поэтому и приходится почти год спустя главному федеральному инспектору вновь выехать с проверкой на объект. Сейчас необходимо понять, какую работу по гарантии обязан будет выполнить здесь подрядчик из Перми. Здесь несколько раз приходилось часть работ переделывать. Было некачественно. Потом достаточно сжатые сроки, когда надо было очень, так сказать, мобилизованно работать, подрядчик на этом объекте растягивал. Была непогода где-то, и вот это все вместе сказалось. На деньги резервного фонда президента отремонтировали в прошлом году и этот центр дистанционного образования детей на Лепсе-31. Здесь работают специалисты, которые проводят онлайн-уроки с учениками сельских школ и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, более 200 ребят занимаются непосредственно в этом здании. На реконструкцию потратили около 13 миллионов рублей. В здании проведена полномасштабная реконструкция, то есть созданы условия именно для обучения особых детей. Здесь к подрядчику претензий практически нет. Но в городе и области еще 4 объекта, которые были отремонтированы на деньги резервного фонда президента в прошлом году. Проверят каждый. Если нарекания возникнут, в рамках своих городейных обязательств подрядчики должны будут устранить все недочеты в начале лета. Дмитрий Житрачук, Александр Брызгалов, Бероновостей Давича. Субтитры создавал DimaTorzok